Добрый вечер! Добрый вечер! Что еще нужно детям на летних каникулах? Лагерь – это единственное место, где дети могут получить все, что им требуется для полноценного отдыха. Руководством комбината нашего Бребяевского горнодоготительного комбината в этом году приняты очень серьезные меры по подготовке детско-оздоровительного лагеря «Березка», где должны отдыхать наши дети, наших шахтеров, фабрикантов, другого персонала и дети района. Ежегодно принимаем на отдых детей с Океарского приюта. И вот первый заезд, тоже они у нас отдыхают. В этом году, по сути дела, мы сможем принять на отдых детей на один заезд порядком 150 детей. Койки мест у нас имеются и постельные передвижности, и столовые позволяют принять, обеспечить питание, полноценное питание наших детей. На сегодняшний день отдыхает у нас 125 детей. Детский отдых – это большая ответственность, поэтому, выбирая детский лагерь на каникулы, необходимо учесть многие нюансы. Для многих родителей качество детского отдыха ассоциируется только с бытовыми условиями в лагере. Но сам ребенок всегда хочет веселого и яркого времяпровождения во время отдыха. Детский оздоровительный лагерь «Березка» расположен в одном из самых живописных уголков нашего района. Здесь дети могут подышать свежим воздухом и весело провести летние каникулы. В лагере отряды размещены в больших кирпичных корпусах. В каждом корпусе есть свой санузел. Предоставляется сбалансированное пятиразовое питание. В рацион включены мясные, рыбные, молочные блюда, овощи, фрукты, соки, кондитерские изделия, свежая выпечка собственного приготовления. Мне тут нравится, потому что тут не дают скучать. Здесь очень весело. Во время этих участок тут высыпаешься, и потом на скотеке можно хоть до утра танцевать. Главной целью этой смены является оздоровление и общее физическое укрепление детей. И в связи с этим эта смена обозначена организаторами как спортивная. Названия отрядов говорят сами за себя. Олимпия, атлеты, адидас, скорость и так далее. Здесь детям скучать некогда. Каждый день они либо готовятся, либо участвуют в концертах, конкурсах и других веселых мероприятиях. Например, нам повезло попасть на дружескую встречу лагерей «Аксарлак» и «Березка». Это стало уже традицией встречи двух лагерей для проведения различных соревнований и конкурсов. Сегодня у нас дружеская встреча с детским оздоровительным лагерем «Аксарлак». В нашу программу сегодняшнюю входят спортивные игры и народные игры. В спортивные игры входят пионербол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, а также в народные игры бег на ходулях, ловися рыбка, большая и маленькая. Каждые игры закреплены за вожатыми, каждые вожатые ответственные. Также дети будут награждены сладкими призами. Приготовлены кулики, маленькие подарки им на дорогу. Будет организовано купание. Также концертные мероприятия, концертные номера наши дети приготовили. Надеюсь, что нашим гостям понравится у нас и они будут приезжать к нам каждый год. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мы отдыхаем в лагерях Сарак и сегодня мы приехали в лагерь Березку на дружескую встречу, баскетбол, волейбол, тренербол и теннис. Мы приехали, нас встретили хлебом, затем мы прошли в столовую, там было чайпитие. Потом нам провели экскурсию по лагерю, мы все осмотрели. Организаторы лагеря немало потрудились, чтобы из лагеря получилось место, в которое ребятам хотелось бы приезжать еще и еще. Березка стала своеобразной ребячей республикой, где есть все для полноценного отдыха. Дили Каипова, Зуфар Лебаев, Айнур Ахметов, Служба новостей. Помочь обезопасить себя от некачественных товаров, от переплат и несоответствующих услуг. Жителям района теперь будет региональная общественная организация по защите прав потребителей, приоритет Республики Башкорстан. Основная задача данной организации – помочь упорядочить отношения между потребителем услуг, покупателем товаров и продавцом. Организация занимается тем, что защищает права граждан на территории Республики Башкорстан. Центр находится в городе Сибай, а во всех крупных городах есть представительство. Защищать интересы жителей нашего района будет ведущий юрист-консультант Ильшат Тавлыкаев. Большое направление, большое развитие получило деятельность по возврату незаконных банковских комиссий. То есть, если человек брал кредит, например, да, платят. В кредите заявлено 18%, а фактически получается 30-40%. И это как раз-таки за счет комиссий. Они являются незаконными. Эти комиссии мы благополучно через суд взыскиваем. Люди получают всю свою переплату плюс штрафные санкции. Особо хочется подчеркнуть, что наши услуги являются для людей, обратившихся к нам, абсолютно безвозмездными. То есть, мы не берем с людей ни копейки. Вся переписка, все обращения в суд, они идут за счет организации, нашей общественной организации. Законом мы освобождены от уплаты госпошлины, государственной пошлины. Поэтому мы готовы защищать людей вплоть до самых мелких вопросов. То есть, приведу живой пример. Например, есть такая навязанная услуга. Значит, один крупнейший сотовый оператор прислал смс о том, что, значит, если вы не отключите определенную опцию, то у вас будет по 50 рублей в месяц музыка. Вроде бы незаметная сумма, да? И адвоката из-за нее не найбешь, и в суд ходить не будешь, а свои права, ну, рядовой человек не всегда знает. То есть, специализированный должен быть это юрист. Этот человек обратился к нам, за два года переплата составила 1000 рублей. Мы отправили претензионное письмо этому сотовому оператору, ему вернулось на телефон 1000 рублей. То есть, причем без всяких судов. На любой вопрос мы найдем вам ответ, проконсультируем вас в полной мере, и мы поможем, начиная от вашего заявления, заканчивая судебным иском, в котором вы не будете участвовать. То есть, вы подаете заявление, приносите нам документы, и на этом достаточно. Контактный номер 8 927 930 921 9. Звоните и приходите, обращайтесь по адресу город Сибай, улица Куйбышева, 22, офис 5. Теперь у жителей нашего района есть возможность окунуться в атмосферу военных действий, получить порцию адреналина и просто приятно провести время с друзьями. Дело в том, что при молодежно-подростковом клубе «Нур» открылся пейнтбольный клуб «Батыр». Более подробно о новом виде спорта в нашем районе в следующем материале. Само название «пейнтбол» дословно переводится на русский язык как «шар с краской». Суть игры заключается в поражении противника стрельбой из пневматических винтовок шариками с краской. Пейнтбол – захватывающая игра, которая прекрасно сочетает в себе спорт, активный отдых и возможность выплеснуть отрицательные эмоции. Посетители совсем недавно открытого в районе пейнтбольного клуба «Батыр» могут стать участниками игры и получить прилив адреналина. Идея создания пейнтбольного клуба подал нам сам глава Устам Равдатович Хайрулин. Было приобретено 10 комплектов еще в прошлом году, 10 комплектов пейнтбольных оборудований. В этом году дополнительно финансировали на приобретение, помогала администрация нашего района, в частности, сам глава Устам Равдатович. Было приобретено дополнительное оборудование, дополнительные шары, патроны, спецодежда и также сетка для ограждения участка, где будет происходить сама игра. Желающие в любое время могут обратиться в молодежно-подростковый клуб «Нур». Принимаем заявки, корпоративные заявки. Для студентов будет скидка. Пейнтбол ориентирован преимущественно на команды. Игры хорошо проводить среди сотрудников организации предприятий. Это отличное место для организации активного отдыха с друзьями и коллегами по работе. Преимущество пейнтбола налицо. Пейнтбол не требует специальной физической подготовки, базируется на простых и понятных правилах, и поэтому в игре может участвовать любой человек. Игры происходят на свежем воздухе и связаны с активной двигательной нагрузкой, поэтому пейнтбол является прекрасной альтернативой компьютерным войнушкам. Еще это необычные военно-спортивные приключения, и поэтому может быть использован как элемент военно-патриотического воспитания и подготовки к службе в армии. Игра, дающая возможность испытать уникальные ощущения, максимально проявить свои лидерские качества. Некоторые любители активного отдыха уже попробовали себя в этой экстремально захватывающей игре. Такой вид спорта, что все можно в бой проверить. Такое даже не объясняется. А там настоящий фреш, адреналин. Играть надо просто самому попробовать. Поиграли, но понравилось. Будем рады, если даже нас еще будет звать играть. Мы с удовольствием будем принимать участие. Сибай қалаханда 11-сі тубе кара ирендік мұндары конкурсы болып өтті. Сибай қалаханда 11-сі тубе кара ирендік мұндары конкурсы болып өтті. Сибай қалаханда 11-сі тубе кара ирендік мұндары конкурсы болып, ирланды қатын. Башқолд халакердарында халқыпыдың рухы, характеры бар былмашы сағыла. Башқолд халакердарын ярытмаған күші ек тұрл. Нәркес ешкел динала шул ерхейстілердің бірі хим. Сибай қалаханда өткен тубе кара ирендік мұндары бәгіхінде үсінсі урын дуялога өтті. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...